В одном большом, при большом городе, вот он, город какой, хорош, да? А это солнышко сияет, когда светит солнышко, у всех хорошее настроение. А когда льёт дождик, вот такое. Ну так вот, в этом большом городе живут мои маленькие друзья. Я могу рассказать про них множество забавных, грустных и всегда поучительных историй, но сегодня... Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Какие же это весёлые истории, когда нам с Дениской после каждой из них попадают? Это всё потому что, что они не слушают взрослых. А ты не вмешивайся, когда старшие разговаривают. Это Алёнка. Она всегда сует свой нож, чужой вопрос. Алёнка правильно сказала. Ты молчи, Лена. Четырёх зубов нет и три шатаются. Всё вмешивается. Нет, я серьёзно говорю. Посмотрите сами. Оригинальные воздушные шары для весёлой нашей детворы. Вам понравился какой? Красный, жёлтый, голубой. Вы уже знакомы. Это Леночка. Ей пять лет. Вполне самостоятельная личность. Любит и риски, не любит зубных врачей. Лен, гляди, восьмую пью. А это Мишка. Будет играть во все игры. Только чтобы обязательно выиграть. Идешь за вещевая лотерея. Покупайте билеты поскорее. Каждому выиграть недолго легковую автомашину Волгу. А можно выиграть с горяча малолитражного москвича. Эй, парнишка, как зовут тебя? Мишка. Мишка. Чего тебе надо на Мишка? Игрушку, картину, книжку? Ракету. Ракет пока весь нет. Нету. А мне вот так нужно. Привет, привет, привет. Лен, давай меня. Я тебе дам увеличилку, а ты мне шарик подержать. Очень нужна мне твоя увеличилка. Если хочешь, на, подержи. Ой, зайдем же, ты его отпустил. А я его отпускал, а то он сам улетел. Хорошо у нас во дворе. Тихо, спокойно. Ну да, обычная картина. Адские водители. Узнаете на голубой Волге Аленка? Алена! Здрасте, только мне сейчас некогда. А вот и Денис, фантазер и мечтатель. Вопрос своего полета на Марс считает решенным. Приготовить трап. Есть, приготовить трап. Открыть кабину. Есть, открыть кабину. Включить двигатель. Есть, включить двигатель. Давай зажигание. Водина. В одиннадцатый, побелка. Закончите, перейдете туда. Это в какой одиннадцатый? У Кораблевых, что ли? Да, у Кораблевых. Так у нее же в том месяце мы ремонт делали. В том месяце. Этот конструктор не успокоится, пока весь дом не спалит. Но Дениса называют не только главным конструктором. Он еще известен, как обладатель пушечного удара. А за мечом отец зайдет. И прославился, как... Чемпион мира и окрестнички Денис Кораблев. А с гор вон налопчился. А сейчас Мишка ему воду на голову поставит. А тебе что? Иди на место. Оле-хоп! Заела. Оле-хоп! Мировое достижение! Переезд живого человека пополам! Здесь желающий! Я спрашиваю, есть желающий? Кто желающий? Боишься! А я не желающий я! Здесь желающий! Пойдем! Ложись! Раз-два-три-четыре-пять! Готов? Полный сирот! Слезай! Приехали! Костик, ты что на сырой земле разлегся? Ведь ты только после болезни! Мама! А меня переезжать сейчас с бубна пополам! Этого еще не хватало! Переезжать ребенка! Аким Иванович, да прекратите это безобразие! Не волнуйтесь! Вставай сейчас же! Аким Иванович! Тихо! Машина арестована на двое суток! Все! Маленьких обижать, да? Да вас обидишь! А мяч втыкло кто? Митревелий забил, да? Случайно! Я же говорю, что не надо играть, а они не послушали! А тебя не спрашивают! Приговор окончательный и обжалованию не подлежит! Все! Все! Баю-баюшки баю, колотушек надаю, колотушек... Эй! Принимай! Дядь Гриш, что это такое? Это фигурная отвертка! Фигурка отвертная! Отвертка! А для чего так много ключей? Как для чего? Вот, к примеру, если дверь какая-нибудь закрыта, я всегда ее могу открыть, если нужно! Небось, эту дверь нипочем не открыть! Какую? Ту? Вон ту! Пара пустяков! Зачем же вы над нами насмехаетесь, а? Думаете, что мы маленькие, но смехаетесь, да? Очень мне нужно от тобой смеяться! Я сказал, что могу любую дверь открыть! Значит, все! А доказать-то не можете! Ох, и малый ты какой! Приставучий! Дай ключи! Замок! Без слесаря ни одна ракета не взлетит, а то замок! А вы куда? Смотри, дядь Гриша, а тут мой велосипед! Как он сюда забрался? Мы-то его ищем! Вот чудеса в решете! Не бойся, оставили его где-нибудь! Садись скорее! Сейчас! Пошел! Вперед! Ура! Ура! Что? Слезай приехали, да? Точно! Агим Иванович, отпустите! Агим Иванович, Агим Иванович! Агим Иванович, Агим Иванович! Агим Иванович, Агим Иванович! Мишка! Чего? Скажи, что я больше не буду! А он больше не будет! Это мы тоже слыхали! За машиной пришлешь, мать! Ладно! И ты тоже! Ура! Тихо, тихо! Что случилось? Слышали радио? Второй, господав, приземлился! Герман Читов! Ну, ура! С воскресеньем, день весельем Песни слышу за кругом С добрым утром, с добрым Леночка, рукавчики че еще обстирвай! Ладно! С хорошим днем Здрасте, Танечка! Лена! 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 Что? Там на том дворе проверка идёт. Какая? Выбирает, кто полетит на корабле. А куда? В космос. А нас возьмут? Не знаю. Вот хорошо. Бабушка, до свидания, я улетаю. Куда? В космос. К обету вернётся? Ладно. Убежай. Баю-баю и баю... Алёнка, тихо ты. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Ты что ты? Будь честной и пречестной. Бежим. Вспой! Приготовить горючее. Есть. Пиши тут в восток. Три. Есть. Костик, на проверку. А тебе что? Миша, а ты нас примешь играть? Гагарина. Девчинок не принимаем. Подушек. А ну-ка, проходите, гражданочки. Тащи третью ступенью. На, пожалуйста. Антенну пониже. Шо ж ты тут пишешь? Здесь О нужно, ТА написал. Тут голова. Дыши. Не дыши. Дыши. Повернись. Дыши. Не дыши. Дыши. Покажи язык. Че прячешь? Весь. Ого, какой длинный. Не годишься в космонавты. Следующий. Игорь, на проверку. Эй, вылезай. Температуру меряй. Смотри, сиди. Ах, 48,6. Ладно, идите. Дыши. Повернись. Денис, а ты нас примешь играть? Гагарина. Ну вот еще, пищать будете. Вот честные дошкольные, не будем пищать. Не дыши. Да я сейчас лопну. Лопнешь, значит, нагодишься в космонавтов. Проходи. А Гагарин сказал, что девочки тоже будут космонавтами. Когда он сказал? Надо ради вас слушать. Что ж ты раньше не говорила? Иди сюда. Дыши. Еще. Еще. Не дыши. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну и что? Проверим на невесомость. Пошли. Садись. Стоп. Стоп. Ну и что? На центрифугу. Садись. Есть. Привязывай. Есть. Приготовились. Есть. Стоп. Космонавты. Смирно. Опустите на землю. Папа, мы на луну собирались лететь. На луну? Завтра. А сейчас время позднее, пора по домам. Денис, сайда с нами арбуз есть. Нет, я маму подожду. Ну, как хочешь. На вечернее питание, шагом, марш. Денис, я скоро приду. Ну что, примите нас? Завтра ответ. Добрый вечер. Здравствуй. Вот уже все родители нашего двора пришли, а мамы все нет. Вот если бы я знал, что меня мама ждет и хочет есть и скучает, я бы побежал к ней на край света. Вот уже и Мишка с папой по чаю пили. А мой папа опять уехал на Урал. Он всегда уезжает туда, где строит. Наверное, это очень интересно, быть инженером. И строить заводы. КОНЕЦ Сейчас будем ужинать. Иди сюда. Ну, иди сюда, маленький. Денис! Денис. Ого, где ты такое достал, а? Подарок папа прислал. Дашь мне домой поиграть, а? Не, домой не дам. Ну, что вы меня, а? Я тебе дам два барбадоса, одного ты мало, а? Сравнил. Барбадос с самосвалом. Это же машина. Шо, сам сваливает, да? Да. Сам нагружает? Да. А хочешь, я тебе дам спасательный круг, а? Ты какой-нибудь олопнутый. Ну, ты его заклеишь. А купаться где? В ванной по пятницам, да? Хе-хе, интересно. Ну, как? Ну, как? Не пойдет. Не надо. Как хочешь. Денис, иди-ка сюда. Что? Дайте. Что? На, знай мою добрость. Что это? Ты приоткрыл и увидишь. Мишка, что это? Это светлячок. Что, хороший? Он живой, не думай. Мишка, бери бы самосвал. Хочешь? Ну, совсем. Навсегда. А мне дай эту звездочку. Я ее домой возьму. Ну, ладно. Ну, я пошел. Миша, а где Денис? А там он. А здрасте, где? Тут, здрасте. Дениска. Дениска. Ма. Ма, а где ж ты была? В институте. Ты же, знаешь, экзамены сдавала. Я тебя так долго ждал. А что купила? Во. Тебя совсем нельзя оставлять одного дома. Смотри, какой устроил беспорядок. Ну, что это такое? Положи на место. А это? А где твой самосвал? А я, мам, променял его. Это интересно. Наш тоже? Ну, Светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка, Свет. Смотри, мам. Правда, как в сказке? Да, конечно, это волшебство. А все-таки, как ты мог променять такую ценную вещь, как самосвал, на этого червячка? Мам, я так долго ждал тебя. Мне было так скучно. А этот сверячок мне показался лучше любого самосвала на свете. Но чем же? Чем же он все-таки лучше? Мам, как ты не понимаешь? Ведь он живой. И светится. Светится. Иди-ка ложись спать. Здравствуйте, люди. Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства. Прекрасно знаю, что ни одного врача в поселке нет. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нет. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств вами остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас стул, недостаток есть, коляска есть. Добрые люди подарили. Но на улицу мы не ходим, так как живем на пятом этаже. Мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванной. С горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим близким. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мам, а что это такое? Тайное всегда становится явно. Ну, это значит, что если какой-нибудь человек поступает нечестно, то про это всё равно всё узнают. Ему будет очень-очень стыдно. Понял? Угу. Ну, давай, завтракай. Видеть не могу манную кашу. Ешь, безо всяких разговоров. Посмотри, на кого ты похож. Вылитый Кощей. Кощей. Ну, Ешь, тебе надо поправиться. Я и удавлюсь. Хочешь пойти в зоопарк? А сейчас ещё раз? Ничего. Зато ты будешь первым. Представляешь, ты приходишь в гости к тигру. КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте, лев. А хотите, я вас угощу рыбкой? Нет? Ну, тогда конфетку Мишку на севере. Вы любите? Приятного аппетита. КОНЕЦ КОНЕЦ МОonders ПОЁТ КОНЕЦ 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 Хочу ли я в зоопарк? Смеёшься ты, мам? Нет, правда. Ну, конечно, хочу. Ну и прекрасно. Съешь всю кашу и пойдём. А я пока поглажу тебе костюмчик. Только помни наш уговор. Съешь всю кашу до дна. Договорились? Ладно. Ладно. Ладно, ладно, ладно? Ладно. Ну, я знаю. Ладно. 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 Может, сахара не хватает, а? Мам, я же говорю, что она густая. Прям топором не разрубишь. И комки. Ешь, не выдумывай. Ешь. Вот если б она была жидкая, я б зажмурился и выпил. А так, ну что делать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можешь нас есть. Субтитры сделал DimaTorzok Ай да Дениска, ай да парень молодец. Съел всю кашу до дна? Ну, вставай, одевайся, рабочий народ. Сейчас пойдем с тобой в зоопарк. Здравствуйте. 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 Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что вам нужно? А еще интеллигентный человек. Слушайте, по какому такому праву вы врываетесь в мою квартиру? Ни с того ни с видевого. Еще качайте здесь головой. Ага. Ну как вам не стыдно? Государство предоставило вам новую квартиру со всеми удобствами. И между прочим даже с мусоропроводом. А вы? А что я? Придется составить протокольчик. Фамилия? Кораблева. А что случилось? Имя отчества. Антонина Васильевна. Зачем за окно всякую гадость выливаете? Что? Говорю, зачем за окно всякую гадость выливаете? Это неправда. Я за окно ничего не выливаю. Ах, не выливаете? Нет. Интересно. Пострадавший, войдите. Свидетели подождать немножко. Пожалуйста. Вот. Фотографироваться шел. К юбилею. Вот какая история. Повернитесь. Вот. Каша. Манная. Чья это работа? Садитесь, пожалуйста. Жжет. Осторожно. Вещественное доказательство. Сквозь шляпу жжет. Ну какое же может быть тут фото? Извините, пожалуйста. Это просто несчастный случай. И мне очень и очень стыдно. Разрешите я вас почищу? Меня достаточно. Я уж сам. Дома. Придется в следующий раз ошаповать. А может быть и арестую. Вот это правильно. До свидания. До свидания. Прошел. Ну что, что? Ну, сам их на голову поднимайте. Ну что, что вы? Ну, сам их на голову поднимайте. Что становится явно. Ты это запомнил? Да. На всю жизнь. На. Вымой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здорово. Здорово! Мишенька смотри. Что это? Сам едет Вот никогда не видел, что в велосипед ехал сам Автомобиль, понимаю, ракета Тоже очень просто А велосипед, непонятно Девочка, присмотри! Это Дворникова, полемянник и Федьки машина Велосипед с мотора Он к ним по делу приехал, чай пить Знаешь, он какой парень Он первым на Луну записался лететь Ну да, вот тебе и ну да Эх, на такой бы машинке прокатиться Ну-ка, проходите отсюда Это почему? А ты что, сторож? Хоть бы и сторож, а тебе что? А, вот ты тут стоишь А вон там твоя мама Тебя ищет, с ног сбилась, кричит Где? Вон там! Мама! Садись, прокатись у кружочек другой И мы его поставим на место Федька узнает, голову оторвет Да не бойся, не оторвет Полная тайна Да ты что, Мишка, сдурел? Ты разве не знаешь, что все тайное всегда становится явным? Да не бойся, не станет А я тебе говорю, станет Я говорю, не станет Я тоже думал, что никто не узнает А вот сегодня утром убедился До милиции дело дошло Ну да Я кашу за окно вылил И дядьку прохожего окатил Хм-хм, да что-то такое совпадение было Что начал кашу за окно выливать И дядьку прохожего окатил А тут что? Федька чай по три чашки дует Да еще разговаривает Садись, никто не узнает Вот ты гляди Кто-то повернешь А вот тут крутанешь А вот тут педаль нажмешь И все пойдет как по маслу Ну, давай Жми педаль Газ, газ, давай Давай Денис, ты куда, Денис? Я больше не могу, я устал Машины лучше в мире нет На скорбь с любым шапером Обгонит всех велосипед Велосипед мотором Обгонит всех велосипед Велосипед мотором Чтоб я увесил белосер В поля равнинной горы Меня умчит велосипед Велосипед мотором И нас учит велосипед Велосипед мотором ПЕСНЯ ПЕСНЯ Крабо! Прямо как в пшинке! Яртист Дырка! Ура! Оле! Номер смертельного риска! Мотогонки в космосе! Единственный исполнитель Денис Кораблёв! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Михаил Иванович, проведите нас, пожалуйста! ПЕСНЯ 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 Что-то устроите, пожалуйста, меня, а? Простите, господи! Чемпион мира и окрестности Денис Корабляков! КОНЕЦ КОНЕЦ Внимание! Есть внимание! Приготовиться! Есть приготовиться! КОНЕЦ 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 Готов? КОНЕЦ 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 Мишка, хватит, останавливай! Что? Говори громче, не слышно же! Ты что, в лав, что ли? Останови машину, Мишка! А ты тормоз, тормоз давай! Тормоз, тормоз, а где он этот тормоз? Я знаю! Мишка, ты знаешь? А я забыл! А ты поскорее вспоминай! Мишка, надо взять матрас на готовый спят Он поедет и врежется в него Точно! Денис, ты на чём спишь? На расплодушке! Ну тогда езди, пока бензин не кончится Ой, ногу в поле! Да куда ты? Влево бери, влево! Вправо, Русь, вправо! Мишка! Мишка, хватай машину, посадь мне телесо! Держу! Я сейчас! Здрасте! 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 Ну, здрасте! Здрасте! Ты зачем машину взял? Это что теперь? Ведушка, что ли? А ну-ка стойте, ребята! Держи-ка! Держи! Держи девочки ведра! Стой! Стой тебе, говорят, стой! Эээ, куда ты? Стой, говорят! Ну, я тебе покажу! Ведушка! Мишка! Надевай или или и Körper, Ведушка! Мишка, бери мой! Эээ, куда ты, твой! Я была рукой и решил. Давай! Турбас! Турбас давай! Турбас! Турбас! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Денис, петь из лётки! Гвель «Замить-stagания»! Фух. Ух, уехал в скатерть и дорожка, в дуру топило, ускакал, ускакать-то ускакал. А все-таки он узнал, что я катался? Как бы не пожаловался. Говорил я тебе? Дай мне всегда становится явным. Лучше уж спрашиваться. Это просто не везет. Не везет. Это опять из милиции. Аким Ивановича спрашивает. Да, всегда, когда кого рассыщивают, через дом управления действуют. Пропала я совсем. Наверное, что-нибудь испортилось в машине. Теперь меня оштрафуют. Знаешь что, сейчас я сбегаю на разведку. То есть, если дело плохо, я скажу, что ты утром, ну, в Владивосток уехал. Да ничего особенного, так я тебе свистну. Да ты свистеть не умеешь. Я? Давай. Давай. Девочка, где тут одиннадцатая квартира? Вы спереда падите вон туда, на самый низ. Вы спереда падите вон туда, на самый верх. Да. А я не знаю, где одиннадцатая квартира. Ну, что ж ты такая бестолковая, девочка? Я не бестолковая, я толковая. Будьте спокойны. А где мне найти Дениса Кораблёва? А я с ним не играю. Дядь, а зачем вам Дениска Кораблёв? А затем, что ему есть посылка. Вот. Посылка? Это ты, Денис Кораблёв? Я? А что? А то, что тебе есть посылка, Денис Кораблёв. Да, кто вы будете по специальности? Я? Да. Никто. Я по специальности никто. Ээээ, значит посылка не тебе. На посылке указана специальность. Читать умеешь? Умею. Вот тут же ясно сказано. Похитителю собак. Ведь это же специальность, а ты говоришь никто. Да это он похититель. Только это не специальность. А что? Это прозвище такое, шубочное. Интересно, откуда же это у тебя такое прозвище? А, это у нас такая история была. Вон Мишка знает, да, Мишка? Ага. Ну? Мы прошлым летом Борисом Клементьичем ездили к морю. Дядя Борис, это Мишкин дядя. Да, моя мама и брат. Ничего, она человек. Рыб морских изучает. Он нас взял с собой, чтоб мы отдохнули. И мы в первый раз увидели море. Знаете, оно какое? Черно-черное ощущение. Мы там здорово научились плавать. В масках и с ластами. Один раз мы нырнулись. Глубоко. Километров на пятьдесят. И знаете, кого мы там увидели? Китов. Осьминогов. Потом на нас напали акулы. Много? Сто. Тысяча. Миллион? Да. Ох, и сочинять вы мастера, ребята. Что, правда? Нет, ты лучше скажи, почему тебя похитителем собак-то назвали. А-а-а. Это вот как было. Была у дяди Боля собачка. Ее звали Чапка. И с ней случилась вот какая неприятная история. Дядя Боля! О-о-о-о! Я щас пласты и маску возьму. И приду. Ну что сидишь? Иди купайся. А я пока позагораю. Ну иди, иди. Пошла вон. Пошла вон. Не кусай матрас. А-а-а! Станусь! Станусь! Спасите! Станусь! Станусь! Спасите! Спасите! Осторожно не выроните. Ну как? У меня, знаете, всё так вот Троица Безобразная собака А, Денис, хорошо, что ты пришёл Отведи-ка её домой и запри Не умеет вести себя в общественном месте А я всё-таки пойду искупаясь, ладно? Ладно Ну иди Придётся мне заняться твоим воспитанием Ты чему не смотришь в глаза? Стыдно А? Ах, скучно Ну ничего Сейчас будет весело Сначала у нас будет урок пения Я буду играть, а ты петь Денис, пойдём рыбу удить Я чапку стерегу А ты её дома запри Берёжи откудочки И догоняй меня Ладно? Ладно Я тебя буду ждать у тихой бухты Вот видишь Теперь будешь дома сидеть Борис Клеменчича дождаться А я пойду с Мишкой рыбу удить Что? И не сердись Не обращай внимания Вот это да Это значит, я дверь плохо перекрыл, да? А ты хитрая Удрала Ну и умна А там Мишка, наверное, уже Всё рыбь перетаскал А я тут с тобой возюсь Это кто это тебя привязал? Пошли домой Идём Вот видишь Непослушная собака Чапка Чего упираешься? Чапка Я тебе сказал дома сидеть А ты убежала Никакой дисциплины А ну пошли Пошли Я тебе сказал Всё равно будешь дома сидеть Иди Ещё лает Сейчас запру Чапка? Ты что, мне снишься? Ты почему на меня снишься? Перестань Чапка Чапочка Иди ко мне Чапка Не трогай нашу машину Больно нужна мне ваша машина А если не нужна Так уходи отсюда поскорее Когда нужно будет, тогда и уйду Чапка Вылезай Я кому сказал Вылезай По-хорошему говорю Вот я всё Борис Клеменчу Расскажу Какая у него хорошая собака Ну? Вылезай Как же мне её поймать И тут я вспомнил Что недавно смотрел картину Тропой джунглей Там показано Как в Китае Ловят обезьян сетями Я подумал Что если бы я сейчас попал в джунгли? Что если бы я сейчас попал в джунгли? Продолжение следует... Abr pagar Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вылезай. Прячь морду. Слышишь? Я кому сказал. Раскинулось море широко, и волны шумят вдали. Товарищ, мы едем... Мишка! Чего? Чего несешь? Вот! Ого! Я вижу, у тебя здорово клювало. Да, порядочно. Просто не успевал вытаскивать. Знаешь, там фиг крупный. Каждый по полкило. Вот. До него вот. Ого! Пойдем-ка отнесем вот эту рыбу, то Титане. Она на муху сварит. Пойди муху, обратно пойдем рыбу ловить. Может, ты что-нибудь поймаешь. Бежим! Украли! Украли! Бобку, бобку моего украли! А у меня Люську? Вы не видели мою собачку? Бобку не видали? А, малец-то сказал. Вон он! Который? С рыбками или маленькими? С маленькими, я его знаю. Кто это? Отдай моего маленького. Не знаю. Где моя Люська? Держи его, Павлик, окружай, окружай вот этого маленького. Отдай Люську! Я его поймаю! Держи! Вы куда повезли? Отдай моего пробку! Держи, Пиво! Держи, Пиво! Держи, Пиво! Держи! 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 КОНЕЦ 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 А! Вот он! Попался! Сюда, сюда! 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 Прошу! Сейчас же! Сейчас же отдай моего Бобку, негодный мальчишка! Где моя Лючка? Куда ты ее увел? Признавайся! Отойдите от забора! Я никакого Бобку не знаю! И Лючку тоже в глаза не ведам! Что вы на парень ребенка? Сейчас как позовутите Таню? Живо у меня запляшете! Мишка! Быстрее! А то они меня растерзают! Главное не связать с забора! Держись! Это соучастник! Не иначе их тут целая шайка! Шайка! Эй, на заборе! Отвечай сейчас же! Где Люся? Сидите сами за своей доченькой! А! Сейчас я его достану! Ну, прыжай сюда, деточка! Вот так! Давай! Стой, Павля! Давай-ка я тебя подсажу! Ну-ка! Ни за что не залезть! Потому что не знаешь, за что цепляться! А у меня этот забор в то раз лазиной! А вот и залезу! А-а-а! Осторожней! Осторожней с ребенком! Ничего с вашим ребенком не будет! Чуфёк! Не умеешь лезть, так не берись! Ага! Так! Сейчас! Сюда! Раз! Оп! Оп! Два! Ага! Надо быть ловким и проворным! А! Стойте! Быстрее, а то они меня растерзают! Стойте! В чем дело? Безобразие, вот что! Ни в чем не дело! Просто этот мальчишка ворует собак! Да! Он у меня собаку украл, Люсь! А у меня бобку похитил негодный мальчишка! Да что вы, ни за что не поверю! Я сам видел, он нес нашу собаку в сетке за плечами! Ну как же, ребенок же сам все видел! Я твою собаку нес, я нашу чапку нес, она из дома удрала! Ну вот видите? Нет, надо разобраться! Этот мальчик, в общем, довольно положительный тип! К чему бы ему вдруг стать на стезю преступлений и начать воровать собак? Ты брал собак? Хм! Я ж говорю, я нашу чапку нес! Ну вот видите, нет! Надо разобраться! Денис! Прошу пройти в дом! Спасибо! Пройдем! Это безобразие красть чужих собак! Возмутительно! Я буду жаловаться в милицию! Слезай, приехали! Это еще что за баррикады! А это к чему? Прошу вас! А, вот видите! Я же говорила! Илюська! Иди сюда! Илюська! Ты моя красавица! Иди моя собака! Вон с какой стороны ты раскрылся! Я этого не ожидал! Ты зачем напихал полный дом чужих собак? Я думала, что они чапка! Посмотрите! Одно лицо! Погодите! Это же не мой собак! Это не наша собака! Вот наша собака! Отдайте мою Люську! Пожалуйста! Возьмите вашу Люську! Да нет! Давайте разберемся! Да подождите! Давайте! Давайте посадим их рядом! И разберемся, где чья собака! Хорошо! Пожалуйста! Сидеть! Ай! Люсьечка! Люсьечка! Ну, пойди ко мне! Пойди ко мне! Ух ты, моя куколка маленькая! Ух ты, моя куколка! Бобочка! Иди ко мне, моя умница! И сделай хорошая собака! Так что ничего нет удивительного, Денис, что ты обознался! Эти замечательные собаки скотч-терьеры удивительно похожи друг на друга! Ведь сегодня, по совести говоря, не мы узнали собак, а собаки нас! Так что ты, Денис, ни в чем не виноват! Но так и знай! С этих пор я буду называть тебя похититель собак! Не верите? Это все чисто и правда! Провалиться мне на этом месте! Ладно! Распишись! Здесь? Вот туда! Ха! Клякс посадил! Зато без ошибок! Ну, счастливо оставаться! Пока! Клякс посадил! Ого! Карандаши! Штук сто! И зачем они тебе? Как зачем? Рисовать! А это что? Кисти! Да еще какие мягкие! А что ты будешь рисовать? Картины! На стене, как в музее. Видел? Ага! А я знаю где есть краски! Где? Вон на том заднем дворе! Где сейчас ремонт идет! Знаем! Что мы с неба свалили? Конечно! Там их много! Даже разведенные! Ага! И стены есть незарисованные! Пошли! Вот это дело! И я с вами! Нет! Ты еще маленькая! Ничего я не маленькая! Мне уже пять лет! Хороша живут на свете мастера! Ольпера! Только лучше жизни не был маляра! Маляра! Он всегда полный свободно вам помкать! И шел угодно! Шел и красный волну! Вот не вам вообще любой! Если в ней прекрасно нет, И до стара! До стара! И опять-таки зовите маляра! Ну, Денис, здорово поешь! Быть тебе знаменитым артистом! Ребята, вы знаете, сколько время? Постой-ка, Дениска, Дениска! Это что у тебя такое? Это подарок прислали! Карандаши, кисти! Малярничать, значит, будешь! Ясно! Да, только красок нет! Половин двенадцатого! Половин двенадцатого! Половин двенадцатого! Половин двенадцатого! Спасибо! Девчата, айда обедать! Ребята, перерыв! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Как обед, так они первые! Ладно, мы за вами! Ребята, только нам ничего не трогать, ладно? Ладно! Денис, что, бери-ка свои кисточки, пока я начинай рисовать! Да что рисовать-то? Интересно бы поработать, дом бы покрасить, а у тебя таких больших кисточек нет! А, ну это мы сейчас достанем! Ой, Лена, коробочка какая! Кнопочки, как на баяне! Чижик! Пыжик! Ух ты, как здорово! Да что ты делаешь? Он так может совсем улететь! А нам с тобой отвечать! Денис, держись, опускаю! Держусь! И больше не трогать! Знаешь, какая высота? 2500 километров! Хватит, брат! Ну ты! Ребята! Ну что тебе? Интересно, если покачать этот насос, краска пойдет? Не пойдет! А вот спорим, пойдет! Сейчас проверим! Мишка, качай потихонечку! А я сейчас что-нибудь покрашу! Давай, качай! Шипит! Как змея! Сейчас я охранник поверну! Как одеколон в плехмахерской! Ура! Я сейчас дом буду тратить! У-у-у-у! У-у-у! Хм-у-у! У-у-у! Если бы я стал маляром, я бы все дома в городе перекрасил! Не люблю, когда они одинаковые! А так веселее! Ура! Красим! Пошло, пошло! Поехала! Ну-ка! Ну и чудеса! Слабая нога! Без синяков, без сарапин! Здорово получается! Подставляй вторую! Люди добрые, как красиво! Ноги, как у настоящего индейца! Щас я её покрашу с головы до пят! Крась её скорей! Давайте, люди добрые, красьте меня с головы до пят! Чтоб я была настоящая идейка! Музыка А волосы красить? Ну, конечно, красить! Крась скорей! Хи-хи-хи! Готово! А меня? Остановись! Миш, качай! Крась её всю! Щас я серьёзе балью! Крась её скорее! Это мы живы! Щас я и ёсѣѣ-цею-цею-цею-цею-цею-кею-цею-цею-цею-цею-цею-цею-цею. Ну, и и呢 жё-цею-цею-цею-цею-цею. Крась его скорее! Это мы живо! С этим делом мы быстро справимся. Раз, два. Миш, твоя рвах готова! А теперь полотенце крашу. Полотенце, пожалуйста. Готово. Я пойду покачаю, а ты пока, миш, простыню отделай. Что бы ещё покрасить? Денис, вон новую дверь на конторке! Раз, скорей! Сверху вниз! Сверху вниз! Наискосок! Сверху вниз! Внизу вверх! Крышу вверх! Раз, скорей! Внизу вверх! Наискосок! Внизу вверх! Сверху вниз! Я же не говорю, что не трогайте! Вперед! Веда! А-а-а! Полюбуйтесь, пожалуйста. А-а-а! Перекурь! Хочешь? Нет. Не мешала бы Летку на помощь позвать. Сейчас. А-а-а! Ну, пускай. Лена! Денис! Миша! Аленка! Пойдите-ка сюда. Садитесь вот на эту скамейку. Вот так. Ну что, голубчики, повесили носы? А на душе, небось, кошки скребут? Скребут? Лена, я тебя спрашиваю. Отвечай, скребут кошки? Ещё как скребут. Ну и правильно, что скребут. Так вам и надо. Ещё мало вас наказали. Вас наказали или нет? Да говорите же, у меня сейчас терпение лопнет. Конечно. Вон, Аленку в семи водах мыли. И ещё с Капиадаром. Ну, а вы, главные заводилы, как ваши дела? А ведь вы уже большие. Хотите работать как взрослые? Учиться надо. Мы вам все в этом поможем. А так разве хорошо получилось? Куда уж хуже. Ну, так как же будет? А мы больше не будем. Ну, ладно. Если даёте слово не озоровать и не совать никуда своего носа, как говорится, без спроса. Даём, даём, даём. Честно Октябрянское даём. Ну, тогда бегите. Ну, куда же вы стоите? А попрощаться? Ведь я даже не вежлю. У вас здесь только друзей. А вы? Вы что, окаменели, что ли? До свиданья, ребята! Скоро увидимся! Пока! Счастливо оставаться! Счастливо!